МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Рад вас видеть! Добрый день! Артем, мы с вами, потому что с Александром мы не встречались в прошлом году, с вами в прошлом году встречались. Это у нас был первый конкурс. Получился тогда? Однозначно. В 22-м году был проведен первый конкурс Олимп, и эта идея прижилась. Почему? Потому что плюсы от него получили абсолютно все. У нас было практически 300 участников, феноменальная команда жюри, достойные конкурсы и подарки, но самое главное, что идея конкурса в том, чтобы наши барнаульские, алтайские ребятишки имели возможность шагнуть на следующую ступень своего развития. И лучшие съездили в Сочи на самый сегодня крутой форум Леонида Агутина. Мы являемся официальными партнерами форума, и в этом году наше сотрудничество продолжается. Но это мы дальше поговорим. Как сложилась судьба лауреатов конкурса? Вот они участвовали в конкурсе, съездили на форум Агутина. Дальше что? Ну, дальше что? Дальше они получили развитие, дальше они сегодня активно развиваются, они выступают на сценах, и продолжается работа по выведению наших ребят на большие площадки. Работа идет, и это и есть результат, потому что следующий шаг, он не за горами. И я думаю, что обязательно Олимп будет приводить молодые таланты и на главную сцену страны. Это и есть наша, собственно, главная функция сегодня, наша цель. Наша задача была сделать технологичный, современный проект, который бы включал в себя качественный звук, профессиональная команда жюри, IT-технологии, шикарные награды, статус конкурса, ну и, конечно же, призы. И все это нам удалось. И в этом году мы только движемся вперед и только улучшаем качество проведения конкурса Олимп. Ну вот какие будут изменения по сравнению с прошлым годом? Я знаю, что количество участников, по-моему, больше будет. В этом году у нас появляются две формы. Первая – это очная, когда участник может выйти на реальную сцену и показать себя вот, что называется, во всей красе. Но так как не все могут приехать, мы сделали заочную форму, можно присылать свои видеоработы, выступления, и команда жюри будет оценивать и видеовыступления. А это первый раз такое? Это первый раз в рамках Олимпа. И еще специально для педагогов мы добавили сегодня курсы повышения квалификации от Алтайского государственного института культуры. Что это значит? Педагоги могут пообщаться с командой жюри и с лучшими педагогами сибирского региона и получить диплом государственного образца о курсах проведения квалификации. Вот Олимп, он, понимаете, он является сегодня межотраслевым проектом, когда федеральный вуз культуры, министерство культуры, министерство образования. Наши коммерческие партнеры собираются воедино для того, чтобы дать весь спектр благ и для педагогов, и для детей. И в этом и есть уникальность. И нам еще в том году мы понимали, что это некое новое течение, которое сегодня, собственно, набирает обороты и на Алтае, и во всей стране. Александр, вам как проще вообще смотреть видео тех, кто присылает свои какие-то работы, да, либо все-таки на сцене? И так, и так. На сцене ребята показывают уже уровень, которого они достигли, и вокальное, и сценическое поведение, как они себя ощущают, как они себя воспринимают именно в музыке, именно в своем творчестве. И, естественно, вокальные данные нужно слушать, как на записи слушать, и как вживую. Это равнозначные подписи. Пока еще никто не присылал свои вот эти вот вокальные произведения? Или все заявки уже присланы, и больше никого не принимаете? До 12 апреля мы принимаем заявки, 14-го мы начинаем. Сегодня уже достаточное количество у нас и в одной очной, и в заочной категории. Команда жюри приступит как раз 13-го отсматривать сначала заочную форму, а 14-го мы начнем в реальном времени в концертном зале института работать с самого утра и до вечера и смотреть наших участников. Откуда эти люди? Очень приятно, что в первую очередь, конечно, это города Алтайского края. Но мы же должны своих продвигать в первую очередь, наверное. Конечно. Сегодня лидер город Камин-Наби. Да ладно. Это очень приятно. Практически многие районы приезжают. Для нас это очень важно. Вот суть в том, чтобы ребенок из самого даже далекого села мог поучаствовать в таком конкурсе. Мы знаем барнаульских ребят, мы знаем сильные школы вокальные. Им проще пробиться. Им проще пробиться. Но возможность именно увидеть ребят на селе из деревни, из районного муниципалитета для нас это большой приоритет, потому что мы знаем, какие там есть школы, какие там есть педагоги и звездочки. И, пользуясь случаем, я предлагаю и приглашаю, и прошу не стесняться педагогов и родителей найти возможность приехать или хотя бы отправить видео на наш сайт. Это очень просто сегодня. А вдруг ваш именно ребенок и есть тот бриллиант, которого мы так ищем. А чисто вот один ребеночек может принять участие? Или коллективы большие? У нас очень много номинаций. Это эстрадный, народный, академический вокал. Все направления и все возрастные категории. Но все возрастные, это со скольки до скольки? Это с пяти лет. Это четкие номинации. То есть с детского сада увидел какой-то воспитатель? С детского сада, абсолютно верно. Конкурс Олимп, он народный. Мы, конечно, понимаем, что в нем принимают достаточно сильные исполнители и педагоги, но в первую очередь он народный. Любой желающий может прийти и попробовать себя на профессиональной сцене. Но и все-таки это, наверное, важно для молодежи. Вы говорите, что это и взрослые люди могут принять. В прошлом году, по-моему, вообще какой-то пенсионер принимал участие. Наверное, для всех. Есть люди, которые всю жизнь чего-то стеснялись проявить себя, стеснялись спеть в компании, стеснялись танцевать, стеснялись как-то выразить себя. И вдруг захотелось, и вдруг получилось. А реализации нет. Вот этот конкурс дает такую возможность. Но вы рады будете таким людям, да? Абсолютно. Который там после 50, после 60 лет вдруг решил, что он действительно талант. Я думаю, любой человек будет этому рад, когда увидит действительно талантливых исполнителей. Я вспоминаю момент, когда мы увидели на сцене мужчину в возрасте под 60 лет, который вышел и спел свою авторскую бардовскую песню. Это было очень душевно и искренне. Он что-то занял, кстати? Он что-то занял. Понятно. Ну, то есть каждый получит все равно свой приз. А призах чуть позже. Смотрите, каждый участник получает после своего выступления свой именной диплом участника. Это уже приятно. Это очень важно. Наши партнеры уже приготовили 400 коробок конфет. Каждый ребенок получит подарочек. Но, конечно, победителями, безусловно, станут те, кто покажут мастерство сегодня. И, понимаете, с одной стороны, если ты новичок, пожалуйста, через год, через два ты победишь. А если ты уже готов, то твой Олимп, он близок. И начнется 14 апреля. Мы открыты для всех. Ну, к Александру сейчас перейду. Кто в составе жюри, кроме вас? Известные люди, местные все? Мы больше знаем просто. Нет. Ну, пусть он... Я тоже наслышан. В составе жюри есть от форума Ионида Агутина. Есть наши таланты. Есть люди, которые же добились многого. Есть люди, которые продюсируют. Есть люди, у которых есть собственные уже студии, детские, вокальные. Давайте я поясню. Команда жюри сформирована очень по интересному принципу. В первую очередь, это проректор по творчеству Института культуры, заведующий кафедрой академического пения Института культуры Любовь Павловна Айкина. Во вторую очередь, это один из лучших молодых педагогов форума Агутина, Александра, которая приезжает еще со своей инновационной авторской методикой и готова провести в Барнауле мастер-класс для вокалистов и педагогов. Кемерово. К нам приезжает ведущий педагог эстрадного вокала нашего соседнего региона, потому что там мы видим результаты именно в эстрадном вокале. И нам принципиально, чтобы наших руководителей коллектива в жюри не было, чтобы была честная, объективная оценка. Чтобы никому не подслуживали. Да, дальше. Ну вот есть у нас молодые таланты. Это Женя Трофимов, который является победителем, на секундочку, «Фабрики звезд», является автором той же песни «Птичка Хаваи на Ваи», известной на все СНГ сегодня. И сегодня он работает здесь, он создал группу «Комната культуры». И талантливейшие музыканты сегодня сделают по-настоящему новый, крутой музыкальный проект. И это именно пример для молодых, что можно здесь, живя и любя свой Алтай, жить, творить и быть известным на всю страну. То же самое с Ольгой Грушиной. Она наша выпускница. Она училась в институте культуры. Сегодня это известный блогер и хорошая вокалистка. И поэтому Олечка, она выходец из нашего вуза, и она с нами в команде жюри. Ну и, конечно, Александр Владимирович, у которого 30 лет багажа профессиональной музыкальной работе в легендарной кавер-группе Владимира Кислова, которую знают в Сибири и в стране, пожалуй, все. Именно они были выбраны на Олимпиаде в Сочи, в русском доме. Они работали. В Пекине. И в Пекине. И так далее. Но это сегодня супермастера. Но Александр, он один из лучших аранжировщиков. И к нему сегодня за музыкальными партитурами едет Москва, Винокур и так далее, и так далее. И вот эта команда позволит нам не только выбрать лучших и дать им награды, но и в дальнейшем самое главное, что мы готовы помогать и, что называется, продюсировать. Для этого у нас есть ресурсы. Александр, вот да, кстати, что даст этот конкурс вот ребятам, тем, кто участвует? Что вы хотите им дать? Вот вы, талантливая жюри. Сколько много слов Артем сказал. Во-первых, опыт. Во-вторых, если люди побеждают в этом конкурсе, у них есть возможность бесплатно записаться в студии, в центре прототипирования на базе Алтайского государственного сила. Ну, крутая какая-то студия. Да. Я секунду. Крутая, а наикрутейшая. Вот. Ну, во всяком случае, я ее так воспринимаю. Это просто сумасшедший вклад в культуру нашего региона. Значит, запись в этой студии бесплатная. Значит, продюсирование песни, аранжировка. Одной? Там в зависимости от номинации. От места, да? От номинации. То есть может быть несколько песен. Поездка на форум к Леониду Агутину в Сочи. Значит, там, по-моему, с первого по одиннадцатый июнь месяц, да. И, естественно, работа вот в такой вот команде, она не пройдет бесследно для человека, который даже поучаствовал, просто поучаствовал в этом конкурсе. Даже мне уже захотелось, думаю, вот, может быть, записать что-то спеть в такой студии. Каждый, который увидит вот это интервью, должен понять, что в каждом человеке живет исполнитель. Будь то танцор, будь вокалист, или актер. В каждом человеке просто нужно раскрыть. И такие конкурсы помогают это сделать. Ну, мы про студию сказали или что-то есть добавить? В этом году, в сентябре, институт культуры официально открыл центр цифрового контента, и у нас появилась аудио-студия. Ну, на самом деле, в Сибири это сегодня самое новейшее оборудование. Это видео-студия, это лаборатория графики и анимации, что позволяет нам как раз делать тот уникальный, профессиональный, что называется, цифровой комплексный контент. Записать песню, записать видеоматериал, сделать бренд-бук, логотип для артиста. И это сегодня то, что мы называем упаковка вот артиста. Ну, и, конечно, у нас есть концертный зал, у нас есть ресурсы, у нас есть партнеры, которые могут этих ребят выводить на новые сцены. Ведь мы многих просто не знаем. И конкурс для того, чтобы сказать здравствуйте и познакомиться поближе. Лауреатов много будет? В каждой номинации... А их пять, да? Или больше? У нас в каждой номинации народный академический эстрадный вокал, коллективы трио-соло, возрастные группы. В каждой возрастной группе, в каждой номинации мы будем определять тройку победителей и будет общая гран-при вне зависимости от возрастной категории. Понятно. В общем, призов будет огромное количество. Ну, достаточно много. Артем, вот в прошлом году мы приглашали зрителей, вы приглашали особенно на галоконцерт, говорили, что там будет нечто вообще фантастическое. В этом году можно будет посещать несколько концертов, да? То есть как идет конкурс и потом галоконцерт? Каждый желающий может прийти 14 и 15 с 9 утра и до 9 вечера на конкурсные прослушивания. И да, действительно, 16 числа состоится галоконцерт. Я не буду говорить, что это будет феерическое шоу. Мы просто хотим собрать всех участников вместе для того, чтобы поблагодарить, чтобы каждый член жюри мог сказать несколько слов на путстве и увидеть лучшие номера конкурса и провести церемонию награждения вот в той настоящей творческой дружеской обстановке. И, конечно, всех желающих, жителей нашего города и края, мы приглашаем посмотреть. В общем, не надо стесняться, еще можно присылать свои видеозаписи. В первую очередь мы хотим сказать о том, что этот конкурс для того, чтобы мы, как люди, профессионально занимающиеся отраслью культуры, мы приглашаем не стесняться и прийти, потому что мы ищем бриллиант. И хотим зажигать новые звезды на Алтае. Конкурс для этого. Приходите. Спасибо. Спасибо.